Доброго дня! Снова программа «Город женщин», снова понедельник, и я бы не побоялась этого слова, снова новая жизнь, потому что мы же привыкли начинать новую жизнь с понедельника. И по меньшей мере один человек так и сделал. Это наш любимый психолог Анна Сергеева. Аня, я права? Да. Я с сегодняшнего дня начала новую жизнь. И сегодняшняя наша тема как раз связана с тем, с силой, да? Силой это географическое явление или метафизическое явление. А всё метафизическое я просто обожаю. Действительно. Место силы мы сегодня будем искать вместе. Как мы это будем делать, неизвестно. Но оно точно не на кухне. Кормить сегодня не обещали. Здравствуйте ещё раз. Ну и прежде чем мы в нашу метафизику, а может в географию окунёмся, я полагаю, нам стоит немножко вспомнить о том человеке, который так вкусно, так хорошо, так душевно и так радушно принимал нас каждый понедельник. Это наша Ирочка Дегтярёва. Она у нас отдыхает. Мы, как говорится, в Дубаке, а она в Дубаях. Как она это делает, сейчас узнаем. Девочки, добрый день. Я приветствую вас с объединённых арабских игратов, солнечного, зимнего Дубая. Не удивляйтесь, их за мной находится так называемый Sky Dubai. Это арабы сделали себе луководную зимнюю сказку в торговом центре Emirates. Они здесь катаются на лыжах, на санках, играют в снежки, как вы видите. Так что мы нашли здесь свою якутскую зиму. Всем удачи. Я сделала для вас небольшую подробную видео. Смотрите и наслаждайтесь. Привет! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, после таких кадров сразу вспоминается мне любимая фраза из любимого фильма. Потяп лело, потяп лело. Это была наша Ирочка, которая сейчас в Дубае находится, которая шлёт нам жаркий привет и обещает привезти какие-то экзотические рецепты. Мы же рецептом нашим. Место силы. Что это всё-таки? Место географическое, метафизическое, внутреннее, внешнее. Где его искать, мы узнаем из рубрики «Счастье быть собой». Ну что ж, мы сегодня определим, откуда же всё-таки черпать силу из географических месторасположений или же из внутренней своей составляющей. Ну, а я сегодня хотела бы вам рассказать о таком психологическом явлении, как воля. Сила воли. Как же воспитать в себе силу воли? И вот в начале программы передачи я сказала, что сегодняшнего дня я начала новую жизнь. Как я начала новую жизнь? Я сегодняшнего дня начинаю воспитывать в себе силу воли. То есть ты хочешь сказать, до этого ты жила без силы воли? Как это? Ну, была сила воли, но она недостаточная. Всё же человек бесконечно может заниматься собою и бесконечно может развиваться. Поэтому воспитывать в себе силу воли, я бы сегодня хотела именно рассказать пять шагов, которые будут как раз-таки воспитать в себе вот это вот очень хорошее качество, которое вот как раз развивает человека. Первое. Это утренняя зарядка. Как бы просто это ни звучало, но только человек силой воли может каждое утро в 6 часов, в 7 часов вставать, уделить для себя время. Начинать это с самомассажа, да? Затем переходить на зарядочку 15 минут по 3 подхода. Как мне сказал любимец всех женщин, спортсмен Аял Лазарев, а мы с ним в пятницу ездили в Горный Улуз совместно с Лигой Отцов Республики Сахута и разговаривали с мужчинами. И вот он как раз говорит, что по утрам, вот Аял всю жизнь так живет, с детства, вот у него отец так воспитывал его. В 6 часов они вставали, они выходили на улицу, делали зарядку, то есть 15 минут все по 3 подхода еще. Вот если я говорю ему, боже, а до этого я только 5 минут делала, оказывается нужно делать 15 минут и по 3 подхода. После зарядочки, оказывается, есть такой известный американский ученый, который говорит, успешный ученый, который говорит, что не только мы заряжаем, должны заряжать свое тело, но и ум. То есть до того, как пойти на работу, он еще занимался зарядкой ума. То есть что это делать? Почитать что-то нужное, проанализировать, чтобы мозг проснулся к тому времени, к 9 часам, когда я пойду на работу. Весь свежий, уже готовый вовсю работать, и мозг работает, и тело, как говорится, уже тело ко всему готово. Я хочу внести поправку. Можно весь мой самомассаж будет вот такой, ну то есть такой ненапряжный, а напряжение ума, значит, такая, это будет какой-нибудь кроссвордик, я не знаю, судоку. Да, конечно. Да? Да, конечно. Аллилуйя, я тоже могу начать новую жизнь. Ну и вот, а второе, второе у нас, естественно, это еда. Правильное питание. И вот правильное питание, которое для меня вообще является бедой. И вот здесь я должна каждый день, уже с сегодняшнего дня, дорогие зрители, я вам обещаю, кстати, о мотивации... А я ее поймала на слове? Да, о трех мотивациях я тоже расскажу в конце. И вот я вам заявляю сегодня, что у меня сегодняшнего дня начнется правильное питание, а правильное питание это дробное питание, когда мы кушаем помаленечку. Ну я бы поспорила. Версия о правильном питании, я даже не знаю сколько. Так, давай к теме еще вернемся все-таки. И вот это вот сила воли тоже, да. И третье. Третье это заводить дневник. То, что я делаю каждый день. Между прочим, записывать дневник, вести дневник. Это тоже сила воли. Необходимо, да. Не каждый сможет каждый день вести дневник. Да, мы как-то обсуждали в программе своей с Александром Ивановой эту тему. Был один такой профессор Лебедев. Ну, по крайней мере, я его запомнила под этой фамилией, хотя настоящая фамилия у него другая. Он действительно успевал очень много, только потому, что записывал каждый свой шаг. Вот так вот. И пятая, четвертая. Четвертая у нас идет. Это вести дневник. Потом, господи, я запуталась немножко. Вести дневник, а затем, ах, да, медитации. То, что связано с как раз-таки сегодняшней нашей темой метафизикой. Тренировка духа. Да, тренировка духа. Медитацию тоже каждый день делать. Будешь чакры открывать? Конечно. Каждое утро. Я вот сегодня только Оле рассказывала, что я каждое утро пробуждаю свои чакры на самом деле. Ну, я похитила. На самом деле, это очень серьезная тема. Медитация и плюс к этому это возможность побыть самим собой, услышать себя. Каждый день мы знакомимся с самим собой по-разному. Каждый день можно услышать что-то новое о себе. Я могу быть правой, если скажу, что в самом себе можно точно так же обрести источник и место силы. Так же, как кто-то ищет там на киселяхе, на водопадах каких-то еще где-то. Конечно. И об этом мы сегодня будем говорить очень много. И нам еще расскажут с помощью... Ну да, наши гости сегодня нам помогут. Ну а пока я жду от тебя. И последнее занятие силой воли, это у нас все-таки спорт. Зарядочка зарядочкой, но ходить в тренажерный зал два раза в неделю хотя бы. И каждый месяц, то есть не пять раз в неделю, один раз в месяц, а два раза в неделю, каждый месяц постоянно в течение своей жизни, потому что спорт закаляет характер. Мы побеждаем себя, мы познаем свои слабые стороны, и мы учимся под тяжестей жизни, там, трудностей и так далее. Не падать духом, а вставать и дальше идти, и побеждать. Я правильно поняла, что ты совершенствует, решила сразу все. Все, тело, дух, мозг, ну и, я не знаю, там еще чакра открываешь, что ты делаешь. Ну, это дух, это и есть дух, да. Тренируешь. Ну и о мотивациях. Как же все-таки не сломаться и как же все-таки все не забросить, да? Надоедает каждое утро вставать, надоедает каждый раз идти в спортзал, пыхтеть, париться. Первая мотивация, это вот то, что сегодня я сделала. Как пример, я вам рассказала о том, что я сегодняшнего дня буду питаться правильным питанием. Допустим, рассказать очень многим людям ваши планы. Чтобы потом тебе было стыдно нарушить, правильно? Конечно, да. А вторая мотивация, казалось бы, очень тоже простая, но такая тоже действенная. Влюбиться надо. В кого? Или во что? Да в кого угодно. Влюбиться, и вот состояние влюбленности, это тоже очень хорошая мотивация на самом деле. А что скажет муж и дети? Ну, можно в мужу влюбиться и каждый день пытаться для него стать самой той желанной, любимой всегда, каждый день. Это тоже мотивация. И третья мотивация, это у нас быть влюбленной, я уже сказала же, а превратить свои мечты, превратить свои мечты в мотивацию. То есть, если я не буду каждый день так старательно работать над собой, то я не смогу заработать энную сумму денег для того, чтобы, допустим, получить вожделенный свой дом или машинку красивую. Ну, то есть прописывать все-таки надо, да, как-то? Да, мечту свою прописать и видеть, и прямо идти в свои цели. Я точно знаю, скоро твоим местом силам станет, во-первых, коврик, где ты занимаешься, во-вторых, блокнот, в котором ты пишешь свои цели, желания, возможности, а в-третьих, ну, я не знаю. Чтобы это все сбылось. Наверное, способ дыхания какой-нибудь определенный. Да, 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 чему мы сегодня будем учиться. Превосходно, слушай, мне нравится это начало. Но ты говоришь о том, что любишь метафизику, мы еще за эфиром смеялись, почему. Поясни для наших телезрителей, почему. Ну, все то, что нельзя ощупать, все то, что нельзя потрогать, как говорится, все это нравится людям, говорят, гуманитариям. Любим мы в облаках витать, и вот смеются над нами инженеры, технори, которые считают, что... Да, поэтому есть физики, есть лирики. Вот лирики, это те, которые любят оперировать метафизическими всякими данными, потому что нельзя их ни измерить, ни пощупать, ни взвесить, никак. Так, поэтому мы вот так любим витать в облаках. Но получится ли у нас витать в облаках с нашими гостями, я даже не уверена, потому что гости у нас предполагаются достаточно серьезные. Это и ученые, и большие практики каждой своей области. Поэтому, я думаю, мы сегодня найдем не только место силы, мы еще и обнаружим, как находить их. То есть они не обязательно могут быть где-то привязаны в географическое положение, какую-то привязку иметь. Но его можно соорудить на месте. Ну что, вернемся в студию через две минуты. Вы думаете, мы прямо сейчас вот так взяли и начали говорить о месте силы? Ничего подобного. Мы решили подготовиться основательно. И прежде чем об этом месте силе как следует поговорить, мы решили узнать, а чего нам день-то, собственно, готовит. Поэтому Риту Макарова в студию и ее гороскоп. Традиционно поздравляю вас с понедельником. Все готовы к тому, что вас ждет? Тогда откладывайте скорее дела и слушайте наш гороскоп на эту неделю. Обны в этот период вас можно смело называть настоящими сонями. Но порой все-таки нужно оторваться от подушки и приступить к делам. Тельцы. Самое время собирать различные рецепты и попробовать себя в роли повара. Готовка откроет вас новые грани и по-настоящему вдохновит. Близнецы. Не расстраивайтесь из-за того, что январь завалил вас заботами. Приходится все успевать. Но верьте, клубок проблем вот-вот распутается. Райки. Если у близнецов все проходит весьма насыщенно, то у вас есть возможность расслабиться. Но особо не увлекайтесь. Поработать иногда придется. Львы. Научитесь ценить воспоминания. Каждый момент и каждый миг. И фотографии. Самый лучший и верный способ. Скорее распечатывайте их. Девы. Старайтесь не думать о плохом и вырежьте из памяти все негативные моменты. А сделать это нужно для того, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое. Весы. Сейчас многое меняется в вашей жизни. Есть вероятность запутаться в обстоятельствах. Но она не так высока, как кажется. Вы обязательно все успеете. Скорпионы. Предметы интерьера, сделанные своими руками, точно украсят ваш дом. Позаботьтесь о своем гнездышке и обязательно включите творчество. Стрельцы. Если вам скучно, то придумайте любое занятие, которое выведет вас из зоны комфорта. В ваших силах разукрасить эту жизнь разными цветами. Козероги. В последнее время вам везет по-крупному. Но будьте осторожны и все-таки умейте свой азарт. Старайтесь добиваться всего самостоятельно. Водолеи. Вы поставили цель и решили четко идти к ней. Но перед этим взвесьте многочисленные за и против. Рассчитайте все ходы. Рыбы. Самолюбование бывает крайне полезным для внешнего вида и эмоционального состояния. Поверьте, вам это просто необходимо. Не стесняйтесь любоваться собой. Желаю всем продуктивной недели. А с вами была я, Маргарита Макарова. До встречи. Ну вот теперь во всеоружии мы приступаем к раскрытию нашей темы. Тем более, гость уже в студии. Это Михаил Иванович Башкиров. Это главный специалист Центра развития человека из города Феодосия. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вас привело в наши северные края? Из Крыма. Ну, знаете, я уже 20-й раз прилетаю в Якутию. Конечно, больше всего привлекает ваш народ. Вы уникальный народ, потому что у вас 100% включение видения. То, чем я занимаюсь. Хотя я и художник. В Ютубе можете найти 450 моих картин. Я еще пишу стихи и музыку и сами исполняю. Найдете тоже в Ютубе или в Одноклассниках. Мои песни, 9 песен под оркестр записал. И Донецк мне заказал песню. Называется «Мама Украины Башкиров наберете». Снайпер Донецкий сделал клип. Англичане три раза вырубали этот клип. Но, по крайней мере, этот клип существует. Ну, привлекло то, что так получилось. Мы создали стройную технологию включения альтернативного видения. Бехтер назвал это прямое видение. Существует 9 способов видения. А люди пользуются только двумя видениями в это пространство. И то не считают, что глаза видят. На самом деле глаза не видят. Просто усиливается световой поток в 10 тысяч раз за счет биохимических процессов. Изображение моделируется в зрительных буграх. И идет на сетчатку изображение. Там три плоскости. То есть вы считаете, что видеть можно гораздо больше? Не обязательно открывать глаза? Естественно, можно видеть вашими глазами. Одновременно можно видеть то пространство виртуальное. И это материальное пространство. А для чего? Значит, объясню. Дело в том, что древние говорили о незнании мать смерти. И многие даже мудрецы выкалывали у себя глаза для того, чтобы включить альтернативное видение. Оказалось, что ваш народ, так как я здесь подготовил, наверное, более 300 видящих, У вас самая большая группа вообще в Союзе. Хотя и Москва 12 миллионов, и там наш центр, и центр Феодосии. Но скажу, только двоих учеников Егорова и Саргалану пригласили в Тибет. Тайными тропами вывели монахи. Плюс ваш Сергей Баир. Ну, снимали вы о нем фильм, когда он с закрытыми глазами читал книги. Сняли о нем в Бурятии фильм. Естественно, у Саргалана в Двасино занималась у меня тоже видящая. Егор даже работает у вас на телевидении. Поэтому, естественно, при включении видения, во-первых, можно подключить, так как это инструмент, благодаря которому можно использовать как материальное пространство, как Барда пространство, и как Солгенкут, сверхсознательную структуру. То есть Боркут и Екут у вас понятия, и Солгенкут. Ученые 35 лет назад в Тбилиси официально заявили, что человек состоит из трех тел. Значит, тело подсознания, тело сознания и тело сверхсознания. Тело подсознания имеет миллион программ. Правда, они разделили тело подсознания на бессознательное явление, а больше забыли о сверхсознании. Сознание имеет 300 программ, а сверхсознание это в виде точек оккупантуры, тысячи чакр, полевые структуры, эфирное, астральное, ментальное, каузальное, ботхическое тело, и имеет, естественно, суперхсознание. То есть вы все это можете активировать в людях? Естественно, поэтому Симонов написал две книги о сверхсознании, сказал, ни в коем случае человек не может управлять сверхсознанием. Это все гениальные открытия. Если вы почитаете Ламбро за гениальность и помешательство, а за всю цивилизацию насчитывается 200 гениев. Но я думаю, что 201 гений, потому что у вас уникальный есть человек, который меня сюда пригласил. Это Андрей Кривошапкин. Я думаю, что со временем, да, который написал 9 книг, последние книги его, значит, «Магия рун», где он разработал на основе магического волчка, шаманского волчка, около ста заболеваний убирает рунами. Просто с якутского языка великолепно читаются руны. И можно создавать аминокислоты, антибиотики, просто написывая на волчке и вращая на мандале три раза этот волчок. Звучит как волшебство. Избавляется от патологии, таких как сахарный диабет первой и второй стадии, астопороз. Понижается давление моментально. То есть я правильно понимаю, что для вас понятие «место силы» не существует? Или все-таки существует? Естественно, «место силы» конечно существует. Андрей Кривошапкин проводил, поставил Жезел Чингисхана, так как Чингисхан это... Мама была якутка, из рода Тимушина. И он все законы писал на якутском языке, поэтому вы, как говорится, почти все чингизиты, потому что у вас у многих рождаются дети с синим пятном. Это знак Чингизида. В области. Это знак Чингизида. У нас есть еще и теория того, чтобы на самом деле самый древний народ хунского происхождения... Естественно. Раз вы сохранили такой первозданный магический язык, будем так, или руны, то о чем разговор? Поэтому древние говорили, мир пришел в символах и знаках. Вот как раз знаки, так как говорят, что Одунбис, вождь ирийских племен, а так как Арии пришли с севера, почему тибетцы так поклонялись моим ученицам, Егоровой и Саргалане, что вы там с севера, Будда пришел с севера, и в общем там они... Все с севера пришло. Да, естественно. Это очень комплиментарно для нас. И поэтому, когда он провел обряд на Ленских столбах, поднялись на столбы, поставили знак Чингисхана, он прилетел в Крым. Мы там провели три обряда. На горе Клементьево, это место силы, там каждые три месяца идет подзарядка. Там идет подзарядка сущности три дня подряд в 12 часов ночи. Мы бы хотели, чтобы вы популярным языком объяснили, что из таких места силы, как вот Киеляхаята, допустим, может быть Киселях, там Стоунхедж тот же, если туда отойдем. И в Крыму тоже. В Крыму, во-первых, очень много мест силы, потому что Крым является маткой земли. И поэтому Кара-Дак, Кара-Черная, да, гора, вместо силы... А в чем заключается вместо силы? Там собирается энергия какая-то. Значит, еще раз объясняю. В 12 часов ночи, значит, возникает объект сверху, накрывается сеткой пространство, только в воздухе эта сетка, чтобы сущности не улетели далеко. Значит, возникает огромный полтора метра столб, светящийся. Это все видно? Ну, это видно тем, у кого включается видение. Все понятно. Потому что обыкновенный человек может спать в палатке на этом месте силы, и крыша съедет у него. Да, ничего, да, да. Потому что, ну, вы извините, он не видит этого. Естественно, я взял своих учеников с Москвы, так как у меня более, наверное, 7 тысяч человек обученных. Мы сели возле, значит, на горе Климентьеве есть памятник, самолет стоит возле самолета, там площадка. Возник столб огня в 12 часов, и возникли такие шарики в виде теннисных, в виде круга. Сперва красный круг возник, появились саламандры огненные. Помните в сказке Бажова? В огне там бегала мальчик, видел. Потом появились гномы, коричневый круг. Гномы были от 30 сантиметров до 2 метров. А подзаряжались они от этого огня. Потом появились русалки. То есть это все приходят и заряжаются? Заряжаются, они становятся в круг, как на празднике Сеха у вас. А вы тоже были в круге? А зачем в круге? Мы сидели сбоку. Тоже заряжались? Тоже заряжались. Дальше появились голубые шарики, круг побольше. Ундины появились, ну, феи. Как же, что у нас так мало времени. Можно вообще бесконечно разговаривать об этом. Естественно, чтобы подзаряжаться, товарищи, чтобы подзаряжаться, объясню. На глубине 3 сантиметров промежности у вас находится РС мышца. В Вене и в Германии изучали студентов влияние этой РС мышцы. Оказалось, что если поджать на 10 секунд эту РС мышцу 30 раз в день, то энергетика усиливается на 300%. Вы будете спать, как Наполеон, как Павлов. Спасибо. 4-5 часов в сутки. Спасибо большое. Спасибо большое. Простите, что я вас перебиваю, но это главное. Мысль прозвучала уже. Мы знаем теперь, как нам набраться сил внутри самих себя. Спасибо огромное. Мы прерываемся ненадолго. Ну, гость у нас был просто шикарный, Михаил Иванович. Я от таких тем просто воодушевляюсь, радуюсь тому, что есть люди, которые занимаются этим, пытаются доказать это на уровне действительно материального мира. И вот я посещаю тоже сама Центр Духовного Развития. И иногда люди просто думают, что это какая-то секта. А на самом деле, когда ты занимаешься своим внутренним миром... Потому что то, что нельзя пощупать, как мы уже говорили, на этой теме очень легко спекулировать. Да, духовный мир, он очень богат, и им можно заниматься бесконечно. Мы вот в день Рождества, допустим, всем нашим центром выезжали за город, в лес, слушали деревья, хотели почувствовать запах снега. Не хотели, а почувствовали запах снега. Оказывается, снег имеет запах. Да, но мы в детстве это знали все. И вот жить медленно, когда ты все осознанно имеешь, медленно, когда ты слышишь все, когда ты видишь и осязаешь. И вот правильно Михаил Иванович сказал, что не только глазами и ушами мы воспринимаем мир, а всеми клетками тела. Все то, что мы говорим, все то, что мы слушаем. Да, но от метафизики я вновь вернусь к обычной физике. Более того, к рекламе я вернусь, потому что мы говорить будем о школьной форме. Чем руководствуются люди при выборе школьной формы? Многие, конечно, эфиру очередь, родители волнуют вопрос о качестве школьной формы. Ведь каждый родитель стремится к тому, чтобы ребенок был здоров, чтобы он хорошо себя чувствовал, чтобы выглядел опрятно, чтобы он успевал в учебе. Самих школьников волнует стиль и удобство в одежде, ведь чтобы хорошо и прилежно учиться, ребенок должен чувствовать себя уверенно и комфортно. Именно таким требованием отключает школьная форма Sky Like. Есть модели, которые подходят для детей с нестандартной фигурой. Она учитывает все особенности и подчеркивает достоинства. Школьная форма рекомендована департаментом образования, директорами школ и родителями. Магазин «Остров Забава» в ТРК «Туймада» дарит вам на всю школьную форму скидки до 90%. Это просто невероятно. Ну и следующий. Следующий наш сюжет, он довольно необычен и неожиданен. Ведь он повествует о том, как сделать десерт, который совершенно не испортит вашу фигуру. Вы скажете, это фантастика. С вами поспорит Марина Дорошенко. Она прямиком из Удмуртии умудрилась не только сделать десерт, но еще и приготовить и показать нам чудный рецепт, который точно должен разрушить все наши стереотипы касательно десертов. До сих пор думаете, что вкусные десерты не могут быть полезными? Ошибаетесь. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, что можно сделать Наполеон без выпечки. Очень вкусный и при этом безумно полезный. Нам потребуется всего три ингредиента, которые вы видите сейчас на столе. Это творог. Творог может быть обезжиренный, может быть с минимальной жирностью. Сироп топинамбура и обычный армянский лаваш. Что нам нужно сделать для того, чтобы приготовить Наполеон? Мы сделаем стандартный, прямоугольный Наполеон. Берем такие супер-ножницы и просто наш лаваш разрезаем. Ну, примерно так, чтобы он вместился в тарелку. У нас вот такие вот получаются штучки. Те, кто делал Наполеон когда-нибудь дома, кто брал на себя эту тяжелую нож, он знает, насколько сложно сделать его в домашних условиях, потому что в Наполеоне очень много коржей, и каждый из этих коржей нужно испечь. Он делается из муки, добавляется сахар, а тут у нас уже, в принципе, готовые пресные коржи, которые можно купить в магазине, это не составит труда. Единственное, только ему нужно выстоять в холодильнике нашему Наполеону, чтобы все наши коржи пропитались. Что мы будем делать с творогом? Конечно, мы будем его подслащать. Я искренне люблю сироп топинамбура. Он очень вкусный, у него мягкий медовый вкус. Думаю, получится вкусный. Добавляем на глаз. Чем больше, тем лучше. Но во всем нужна, конечно же, мера. Для того, чтобы смешать творог с сиропом топинамбура, мы используем погружной блендер. Также хочу обратить внимание на то, что вместо сиропа топинамбура вы можете использовать любой другой подсластитель. Это может быть, конечно, и сахар, но тогда пропадет вот эта его изюминка полезности. Начинаем. Вот такой вот у нас получился крем. Легкий, вкусный, полезный. Творог богат кальцием. Сироп топинамбура подарит нам хорошее настроение. Куча всяких разных витаминов. Я думаю, вы можете заглянуть в интернет и посмотреть, если не верите мне на слово. Но это реально очень полезная, очень вкусная штука. Сейчас нам нужно просто каждый слой промазать кремом. Все, как в обычном Наполеоне, но без выпечки, без мороки с тестом. Промазываем каждый пласт. Вот, берем. Вы можете попробовать творог на сладость. Если он вам кажется не очень сладкий, можете добавить еще подсластителя. Высоту вы также можете регулировать сами. Вы можете остановиться на трех слоях, не знаю, на двух. Вы можете проложить слои фруктами, можете добавить шоколад. В общем, включайте фантазию. А мы покрыли последними слоями для того, чтобы наш Наполеон был похож на традиционный Наполеон. Чтобы даже ваши близкие не поняли, в чем тут подвох. Мы сделаем небольшую крошку из этого же лаваша, который у нас был в слоях, и посыпем сверху наш Наполеон. Это можно сделать руками. Вот такой вот Наполеончик у нас получился. И сейчас мы отправляем его в холодильник буквально на 3-4 часа, чтобы наши коржи достаточно максимально пропитались. Два часа этот десерт у нас простоял в холодильнике. Посмотрите, как прекрасно он пропитался. Я всегда призываю вас к тому, чтобы вы подключали к готовке фантазию, свое сердце, душу. И тогда любой десерт будет вам под силу. Ну уж, тем более такой простой Наполеон. Всем приятного аппетита! Ну что ж, мы узнали очень хороший рецепт, особенно для меня, который начинает с сегодняшнего дня новую жизнь и правильное питание. Ну что ж, а сейчас мы хотели бы правильное питание. Когда у нас тело здоровое, это на самом деле вторичное явление. А вот первично очень важно, чтобы и душа была здорова. А вот как все-таки... Ну то есть здоровый дух, это правильно? Да, да. И о психосоматических явлениях вообще болезней нам сегодня расскажет инженер-исследователь научно-исследовательской лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины СВФУ молодой ученый перспективный Иван Троев. Здравствуйте, Иван. Спасибо, да. Я не ошиблась. Я вот так боялась, что я... Все правильно, да. Скажи, что название не я придумывал. Достаточно можно было и регенеративной медицины. Само слово регенеративной, знаете, может это уже... Ну хорошо, Ваня. ...контрольным этим служить. Сложно произносить. Мы сегодня говорим о силе. Сила невозможна без здоровья. Безусловно. И вот, чтобы быть здоровым, говорят же, что какие-то болезни связаны с душой. Допустим, рак связан с тем, что человек всю жизнь там очень сильно обижался. Болезнь обиды еще его называют иначе, да? То есть составляющая души очень важна. И это еще называют, что это как бы околонаучное... Псевдонаучное. Псевдонаучное, да. Ну есть такое утверждение. И что вы скажете, вот как ученый? Насколько это действительно... Ну, психосоматика, да. Ну, безусловно, психосоматика, как такое вот отдельное направление в медицинской науке, она имеет место быть безусловно. Да, обязательно. Потому что, ну, сами понимаем, что наука, она мировая, да, в любом случае, да. Она не может быть там российской отдельной, там какой-то... Может быть, в российской клинической практике, да, нет какой-то отдельной классификации, там каких-то психосоматических заболеваний, да. Да, или отдельной психосоматикой, да, ну, вот каких-то вот отдельных нозологий, может быть, да, официально не считая. Но науку официально считать неправильно, потому что мы, как ученые, граничиваем между там вот какими-то официальными утверждениями, да, и там какими-то эмпирическими явлениями, там, псевдонаучными, околонаучными явлениями, процессами, которые стоит изучать. И как раз-таки вот взаимосвязь душевной составляющей, да, то есть как бы изложили, или в частности психологии, да, но психоэмоционального фактора. И соматических болезней, да, вот это предмет для дискуссий, изучений, научных работ, исследований. А конкретные какие-то болезни можете привести в пример? Конечно, конечно. Взаимосвязи, да, тут мы знали. Тут нужно исходить из того, что, конечно, да, вот все взаимосвязано. Вот психология, то есть самочувствие человека, да, его осознание, самоосознание, это прежде всего деятельность центральной нервной системы, да, в котором тоже имеет, которые тоже имеют взаимосвязанность сознания, подсознания и бессознательных процессов, да, вот как вот наш предыдущий гость, да, Михаил, Башкиров отметил, что есть осознание, то есть я, да, вот есть сознание, суперсознание, да, то есть это суперэго, да, вот, но это уже более-менее такое вот другая, из другой тематики, да, вот, а в медицине, в медицине есть три уровня сознания, сознание, подсознание и бессознание, да, которые измеримы, которые там имеют там определенные конкретные параметры и которыми мы, собственно, и оперируем, да, в медицине, вот. Ну, в частности, какой можно пример привести? Ой, я могу привести пример. Человек, который любит командовать другими людьми, ну, такие бывают, знаете, руководители, да, у которого я с такими сталкивалась и работала, значит, когда настольная книга, это как управлять людьми и так далее, который все время всех подозревает в том, что его хотят подсидеть или, там, ну, как минимум, там, какой-то навредить предприятию, у них бывает язва желудка. И я сталкивалась с этим не раз. И язва желудка с чем связана? С язвой желудка, это как раз-таки я и хотел свой классический пример связать. Чаще всего мы тоже приводим, и студентам тоже рассказываем. Ну, тут как? Язва желудка, ну, следует иметь в виду, что это мультифакториальное заболевание, да, и совокупность разных факторов. В психологии, как здесь звучит, но есть гипоталамус в центральной нервной системе, знаете, да, это такой вот элемент, отдел мозга, который отвечает за, скажем так, вот, можно сказать, взаимосвязь центрального звена, там, полушарий мозга, там, других отделов мозга с как раз-таки бессознательными процессами. И когда у человека в жизни имеет место, допустим, систематические какие-то чаще всего негативные раздражители, да, повторяющиеся раздражители, мы это называем стресс, да, стресс. Вот, да, в гипоталамусе формируется застойное возбуждение, которое передается в блуждающий нерв. А блуждающий нерв, это, это один из главных... Он блуждает, и тынкс попадает туда, куда нужно было. Совершенно верно, он блуждает. Надо слушать и больше. Вот, на самом деле это очень серьезный нерв, да, это главный нерв парасимпатической нервной системы, да, вот, которая регулирует, можно сказать, некоторые ключевые функции внутренних органов, брюшной полости, чаще всего, да, в частности, желудка, двенадцатиперстные кишки, там, поджелудочные железы и так далее, да, там, кишечников других, вот. И что при этом происходит? При перенапряжении, да, систематике перенапряжения блуждающего нерва, допустим, повышается выработка соляной кислоты в желудке. Вот оно и есть. Выработка соляной кислоты. Вот соляная кислота, это что, агрессивный фактор. Конечно, да, в желудке среда кислая, да, кислая, но, конечно, при избытке соляной кислоты, это, конечно, негативно отражается на, собственно, слизистую желудку, да, вот. Это во-первых. Во-вторых. А во-вторых, мы узнаем уже после короткого выпуска рекламы, мы вернемся, так что никуда не уходите. Мы продолжаем наш интереснейший разговор. Странным образом, тема места силы переросла уже во все, что угодно, в том числе, касающейся медицины. В частности, мы сейчас узнали, насколько сильно психосоматика влияет на состояние нашего здоровья, точнее, наши эмоции. Вот мы пытались выяснить, когда возникает язва желудка чаще всего. Оказывается, при состоянии стресса, но стресса какого-то определенного вида. Да, но мы остановились на том, что вот блуждающий нерв, гипероцит, это называется, да, вот повышенная соляная кислота, кислотность желудки. Кроме этого, во-вторых, я хотел, что я хотел отметить. Ну, вот при перенапряжении по блуждающему нерву там раскрывается сфинктер, например. Между желудком и пищеводом, между двенадцатиперстной кишкой и желудком. И в двенадцатиперстной кишке вы знаете, что у нас эвакуируется, что? Желчь из желчного пузыря, да, и он в норме не должен находиться в желудке. И иногда бывает, что он в каких-то дозах выбрасывается в желудок. Тоже раздражение. Соляная кислота, желудочное содержимое выбрасывается в пищевод. Да. Вот. Ну, это вот такой вот, да. Ваня, а если вы знаете, что стресс... Я такая возбужденная. Да, возбуждение, имеется в виду влияние стресса на конкретно соматическое состояние отдельных органов. Вот классический пример, где имеется вот конкретно измеримое... А какая-то взаимосвязь прямая? Механизмы. Про спину, допустим, если спина все время болит, она с чем связана? Позвоночник. Ну, возьмем позвоночник. Ну, тут роль психосоматики, наверное, чуточку меньше, потому что это, по большому счету, влияет и от осанки, от рабочего места. Скорее всего, да. Скорее всего, от болезни зависит, да? Освещение. От конкретной болезни, скорее всего. Если мы скажем болезнь, то только тогда можно говорить о психосоматических явлениях. Допустим, обидчивый человек чем рискует заболеть чаще всего? Ревнивый человек чем рискует? Что он там у него может быть? Обидчивый, ревнивый. Да. Я могу связать это с переживаниями, например. Есть так называемая, допустим, эссенциальная гипертензия, когда у человека повышается давление. Да, это рискует, да. Ну, такие люди рискуют, да. Вот знаете, людям с повышенным давлением, обычно говорят, не превращай из мухи слона, пожалуйста. А, понятно. Делай из мухи слона. И тут муха, конечно, поднимает давление. Спасибо вам огромное. Ваня, мне нужно тебя с собой таскать на консультации, и когда человек не верит, что на самом деле зависят все болезни от психосоматики, и тут я говорю, послушайте, пожалуйста, Ваню, он вам все объяснит. Не говори, Ваня, послушайте молодого ученого и далее все регалии перечислить. Спасибо вам огромное, что вы нашли время и пришли к нам. Мы продолжим наш разговор, наверное, уже за эфиром. Все непременно. А пока, а пока к нам в гости заходит новая гостья. И это Анна. Это Мария Ли, преподаватель традиционной йоги. И человек, который занимается этим делом, 25 лет. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это да. Вам не холодно? Нет. Поскольку мы будем показывать сегодня упражнения, поэтому... Мария, наверное, так умеет управлять своим телом, что, в принципе, может в таком виде ходить по улице в минус 40. Или как? Ну, не совсем в таком, чуть-чуть теплее. Мария, скажите, а где для вас место силы находится? Прежде всего, внутри себя. Вот. Да, потому что йога – это, конечно, внутренний путь прежде всего. Вот. И как бы основа, поскольку у вас тема, как я поняла, именно где взять силу, да, то с точки зрения йоги силу можно взять прежде всего внутри себя, да. И существует в теории йоги семь основных тел, да. То есть первое – это физическое тело, то есть на уровне физического тела мы обретаем прежде всего через здоровье, да. То есть, например, знаменитая суставная гимнастика в йоге, да, высвобождает застоявшуюся энергию в суставах. Таким образом, мы возвращаем себе же энергию, да. Затем мы начинаем заниматься упражнениями йоги, асанами так называемыми, и возвращаем энергию из мышц и связок, да, поскольку постоянно в течение жизни происходит разного вида застои. Потом на уровне уже эфирного тела, да, это уже тонкое тело идёт, мы начинаем изучать техники дыхательные, да, так называемые пранаямы. Да, пранаямы. Вот, и учимся управлять уже не просто своим телом, а энергией внутри этого тела. Вот, и вообще по, скажем, верованию йогов существует такое поверье, что если, то есть сколько человек, как человек дышит, каким образом, столько он и живёт. То есть, грубо говоря, например, каждому человеку отдано определённое количество вдохов и выдохов. Да, кстати, есть такая теория. Да, и когда вот, да, то есть, соответственно, если мы дышим глубоко, да, и длинно, то мы живём гораздо дольше. Именно поэтому основы дыхательных техники, я помню, у Поля Брыга где-то когда-то прочитала, что он, значит, набрёл на человека, вот, тоже йогой, который занимался, он делал, значит, один выдох там в несколько минут. Вот этот человек был абсолютно счастлив. Вот это как он его описал. Вот, ну и продолжу, да, с вашего позволения. То есть на уровне третьего энергетического уже тела, которое называется астральный, человек учится управлять своими желаниями и эмоциями. Вот, потому что в зависимости от того, сколько у нас желаний, столько у нас энергии. А точнее, умеем ли мы управлять этими желаниями, да, потому что у современного человека, как мы знаем, их, ну, просто масса. Вот. И как мы знаем, что не все желания приносят нам пользу. Да. Поэтому йоги, конечно, учатся выбирать, расставлять приоритеты. Да, да, да. Вот, затем идёт ментальное, да, так называемое тело. Вот, это наш ум. То есть мы 24 часа в сутки находимся внутри своего внутреннего диалога, да. И ни от чего человек так не устает, как от своих мыслей, к сожалению. Да, есть, да. Вот. И беда наша заключается в том, что мы ими, как правило, не умеем управлять, да. И в йоге, опять же, существует множество разных техник концентрации, медитации, где мы учимся возвращать энергию из своего внутреннего диалога. Вот. Затем это каузальное тело, да, то есть это причинно-следственная связь. И там мы уже начинаем контролировать свои действия и поступки. Вот, да. И, как известно, существует энергия со знаком плюс, энергия со знаком минус, да. То есть от того, что мы делаем, мы получаем либо положительную энергию, да, либо отрицательную. Здесь тоже мы обретаем контроль. Да, да, да. Вот. А следующие два тела, это будхическое, да, и атмическое. Это уже чисто, ну, такой уже очень высокий духовный уровень. Это там, где человек уже освещает свою жизнь. Да, духовные практики исключительно. То есть он занимается только медитацией. Вот. Я уже не говорю там о здоровом образе жизни, о йогическом образе жизни и так далее. Ну, это вкратце, да. У меня в школе, вот я никак не могла раскрыть свои чакры. И мой учитель сказал мне, Аня, выключи свою... Свой мозг. Свой мозг. Да. Я все время думаю, думаю. Я не могу отключиться и полностью раствориться, как говорится, во Вселенной. Это самое трудное, на самом деле. Это самое трудное. Это самое трудное, мне это тоже не дается. Взять силу и воздух. Не просто мы воздух берем, да, а вот все-все-все. Дышать всеми порами. Взять всю силу Вселенной внутрь себя, а потом все то, что есть, растворить по всему телу. И дыхание обратно идет, да, получается. Вот у меня не получалось, я не могла, получается, свое ментальное тело выключить. Да, получается, что так. Выключите нас, пожалуйста. Это очень важно для нас. Вот как верно вы заметили, что если мы начинаем обращаться к своему уму напрямую, то кажется, что это вообще нереально его остановить. Именно поэтому йоги пошли очень мудрым путем. Они пошли от обратного. То есть тело, наша физическая оболочка, она вот она, она понятная, она осязаемая. И когда мы начинаем делать асаны, например, особенно неудобную, например, стойку на одной ноге, а хочешь, не хочешь, ты будешь концентрироваться на нем. Хочешь, не хочешь, твой мозг отключится. Конечно, твой ум начинает успокаиваться. А покажите нам, пожалуйста, возможно это. Да, ну вот поскольку мы запланировали именно дыхательную технику, давайте я, наверное, с нее и начну. Потому что дыхание – это связующее звено между телом и умом. То есть если мы начинаем осознанно, например, углублять свои вдохи и выдохи, то автоматически наш ум начинает концентрироваться на дыхании и успокаиваться таким образом. Сейчас мы будем мучиться дышать. Потому что движение мыслей – это не что иное, как движение праны, энергии. Итак, можно занять абсолютно любую позу. Если у вас суставы, например, больные ног, то вы можете использовать стул. Самое главное – следите, чтобы спина ваша была в прямом положении. Голова на линии позвоночника, левая рука на живот, правая на грудь. То есть база любых техник пранаямы – это дыхание животом или диафрагмальное дыхание. Итак, закройте глаза, расслабьте мышцы лица. Микрофон только не заденьте. Ой, дай снять. Да, закройте глаза, расслабьте лицо и сосредоточьтесь на дыхании. Сначала дышите ровно и спокойно через нос. Рот закрыт. И в тот момент, когда вы почувствуете, что ваше дыхание более-менее успокоилось, начните намеренно растягивать вдохи и выдохи. И причем дышать мы начинаем животом. То есть на вдохе начните толкать животом свою левую руку. То есть живот раздувается, как шар, и движется вперед. Затем на выдохе сдувается, и рука проваливается вслед за животом. Вы меня не показываете. Вдох, живот раздувается, выдох сдувается. Зачем нам нужна правая рука? Правая рука контролирует неподвижность груди в этом дыхании. То есть работает только диафрагма. У начинающих сначала дыхание довольно короткое, прерывистое, но все с практикой сглаживается. Тут зависит от того, как часто и регулярно вы практикуете. Также важно в этот момент концентрироваться именно на вдохах и выдохах. То есть вы осознаете длину вдоха и следуете от начала вдоха до завершения вдоха. И от начала выдоха до завершения выдоха. И как долго это? То есть поначалу нужно минимум 3 минуты для того, чтобы во времени было достаточно, чтобы сосредоточиться. Потому что нужно время, чтобы успокоить ум и сконцентрироваться. Все, Оля, я уже вообще размягкла. Ты совершенно правильно сделала, потому что у нас очень мало времени. У нас буквально минутка для того, чтобы еще что-то новое узнать. Хорошо. Тогда еще популярное дыхание для поднятия как раз-таки быстрого жизненной энергии. Это так называемая пхаастрика, дыхание кузнечных мехов. Можно использовать на самом деле любую позу, просто это более комфортно для меня. Интенсивные вдохи и выдохи через нос показываю просто быстро, поскольку нет времени. Вот это да. Вы слышите, какой поток энергии идет на микрофон? Вы слышали? Он идет к нам, мы им зарядились. Спасибо огромное. Еще один понедельник превосходный. Спасибо всем нашим гостям. До встречи в следующей программе. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok